Отец 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 тебя кто поддерживает дело служения господь кто жертвует господь искренне господь боже кто господь порой господь от нужды своей господь уделяет господь боже я молюсь господь чтобы твои ответы твоя помощь пришла господь в делах рук господь в крепости в силе в здоровье господь боже я молюсь за тех кто нуждается в работе господь боже пусть господь придут ответы тебя во имя иисуса христа пусть твои чудеса происходят господь боже мы благословляемся то имя твой господь чтобы в В доме Твоем, Господь, был всегда достаток, Господь. Боже, я молюсь, Господь, за каждого даятеля, Господь. Чтобы Ты, Боже, посетил нас, Господь, благодатью, милостью, Господь, в наших домах, Господь. В наших семьях, Господь. В наших трудах, Господь. Боже, Ты упование наше, Господь. Ты Бог, который, Господь, дал нам великое благо в жизни, собирать сокровища на небесах. Боже, я молюсь, Господь, чтобы каждый из нас, Господь, пришел, Господь, с плодом, Господь, в своей жизни, Господь. Боже, мы благословляем, Господь, даяние, Господь, и мы молимся, чтобы его было достаточно, Господь, для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за братья и сестер, Господь, чтобы Ты расширял наши пределы, Господь, и давал нам новые возможности, чтобы у нас еще было больше, Господь, возможностей уделять во имя Иисуса Христа. Прославься, возвеличайся, Господь, потому что Ты достоин, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ Божий скажет Аминь. Давайте мы еще одну молитву совершим, помолимся за наших деток. Отец, сместно, мы благословляем наших детей, Господь, молимся за детей, которые на воскресной школе, Господь, сегодня будут, Боже. Пусть, Господь, благословение Твое будет на каждом, Господь, и охрана Твоя, Господь. Я молюсь, Господь, за детей, которые на каникулах, Господь, Боже, чтобы, Господь, могущество, слава от Тебя, Господь, было на каждом, Господь, чтобы, Господь, Ты хранил их, Господь, в учебных заведениях дома, Господь. Боже, мы благословляем наших детей. Мы однажды их приняли из руки Твоей. Ныне, Боже, мы молимся, чтобы Твоя особая благодать была на каждом из них во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их, Господь, Твоим отцовским благословением. Я молюсь за каждого служителя, Господь. Кто трудится, Господь, кто укладывается, Господь. То, чтобы, Господь, дети были в Доме Твоем. Боже, я благословляю Тебя, Господь, за родителей, Господь, которые оказывают влияние, Господь, Твоего Слова, христианской жизни, Господь, Боже, я молюсь, чтобы мы были, Господь, благословенным примером, Господь, для наших детей во имя Иисуса Христа. Тебе, Царь, великие слава, во веки веков. И весь род Божий скажет Аминь. Я хочу пригласить на эту сцену человека Божьего, который будет служить нам. Это епископ, это помазанный Божий человек Александр Цветков. Добро пожаловать. Доброго раннего утра вам. Присаживайтесь, пожалуйста. Я понимаю, что, может быть, у вас оно не раннее. Для Петербурга 9 утра – это раннее. И из-за того, что наш зал ограничен, мы также сделали собрание в 9 утра. И я вижу, как героизм отражается на лицах особенно молодежи, когда они в 9 утра находятся в церкви, служат Господу. Знаете, мы живем в такое время, когда, кажется, все, что нам было более или менее понятно, известно, подвергается сомнению. И некоторые правила, которые возникают, так быстро начинают отодвигать другие принципы. Это может быть, наверное, немного пугающим, но я убежден, что все в руке Божьей. Бог продолжает все держать в своей руке, поэтому, может быть, нам стоит и изменить свое ожидание. Какой будет церковь через короткий период времени? Мы даже до конца не знаем. Но если Бог держит все в своей руке, я убежден, это будет тем, чтобы вдохновлять, показывать Его славу и являть гораздо больше плода, чем даже мы можем представить себе. Я хочу сегодня с вами поговорить на важную тему для веры не только жизневерующих людей, но и для абсолютно каждого человека, потому что мы все нуждаемся в чудесах. Чудеса – это что-то, что мы не можем спрогнозировать с одной стороны, но с другой стороны мы верим, что это заложено как потенциал в нашу жизнь. Каждый раз, когда мы проходим особенно какие-то трудные периоды, мы понимаем, что без сверхъестественной помощи Бога невозможно. И понимаем не только мы, люди, которые внутри церкви, но также это понимают и те, которые вне церкви, и они тоже ожидают этого. Многие увлечены этим ожиданием, но немногие приходят к нему. Для нас же, для верующих, сегодня я бы хотел поговорить на тему интуиции чуда. Слово интуиция не церковное, но оно обозначает проникновение в событие, прежде чем событие произошло. То есть способность человека на внутреннем, интеллектуальном или духовном уровне понимать то, что будет происходить в скорое время и приготовить себя к этому. Я убежден, что мы должны иметь в себе эту способность не только верить в чудо, но и приготовить себя для чуда. Книга пророка Амоса, 3 глава, 7-8 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». И читая такие строки, можно подумать, ну да, есть какие-то пророки, Бог с ними имеет общение, и вот все, что происходит, или все, что точнее будет происходить, Он им показывает, а как с нами обстоят дела. Может сложиться впечатление, что пророки – это какая-то духовная элита, с которой только Бог общается, и вот они имеют сакральные знания, а все остальные пребывают в таком святом неведении. Но, смотря на описание, мы видим, это не так. Все, ради чего Бог поднимает пророков, это для того, чтобы об этом, о том, о чем Он им говорит, слышали абсолютно все, даже если это самим пророкам не нравится. Пророки – это люди, которые как уста Божьи. Это как трубы Божьи на земле, которые должны нести весть. И я убежден, Церковь Господа Иисуса Христа сегодня – это пророчествующая Церковь, которая говорит Божье Слово, из которого другие люди узнают, а что же Бог планирует делать на этой земле. Иногда можно услышать, что сегодня слова не так много, как в прошлые времена, если бы у нас сегодня были такие пророки, как были раньше, как Еремия, Исаия, Даниил. Слово Божье, его не бывает больше или меньше. Оно стабильно, оно записано, оно зафиксировано, оно неизменно. Вы не можете ни прибавить к нему, ни убавить. Оно есть. Бывает меньше или больше толкования, да, но Слово Божье стабильно. Когда волхвы пришли в Иерусалим, чтобы поклониться Христу, и Иерат услышал об этом, он позвал учителей закона, он позвал людей просвещенных, и они говорили ему все, где и как должно быть. То есть не было так, чтобы евреи не знали, как должно было происходить. Им было открыто. Вопрос был не в том, что им было закрыто, или у них не хватало знания или слова. Вопрос был в другом. Они не могли понять время, в котором они живут, и они не могли подготовить себя из-за этого. Разве мы с вами не знаем все, что должно происходить? Вопрос же не в том, что у нас с вами недостаток знания. Наверное, вопрос в том, а насколько мы понимаем время, в котором мы живем. Я бы хотел дать сегодня три, на мой взгляд, очень важные предтечи, помогающие определить или помогающие почувствовать приближение чуда и подготовить себя к этому времени. И первое, о чем бы я хотел с вами поговорить, это опыт. Опыт, как пройденные, пережитые события, в которых было ярко проявлено чудо Божье. Убежден, что в жизни каждого из нас мы можем свидетельствовать, было проявлено Божье чудо. Мы уже переживали сверхъестественные процессы. Мы уже входили. То есть, есть некая механика событий, с которой мы уже с вами сталкивались, и мы знаем, как Бог, проводя нас через это время, помогал нам и являл свою милость к нам. Когда мы проходим новые эпизоды своей жизни, бывает, что мы отбрасываем в сторону те переживания, которые уже были, как будто они ветхие и не пригодятся нам в новом, как будто это были просто переживания младенца. Но вопрос не в том, сколько ты веровал на момент совершения чуда. Вопрос в том, что ты был способен веровать, и ты был способен получить ответ. И если ты был способен веровать и получить ответ, наверное, это можно применить к тому событию или к той ситуации, которую сегодня ты проходишь. Когда я говорю о опыте, я не имею в виду только еще наш опыт. Можно также говорить о опыте наставников, тех людей, которые, может быть, больше, чем мы пережили и видели дела Божьи. Евангелие Иоанна, 2 глава, 3-й, 5-й стих рассказывает о чуде в Кане Галилейском. Давайте посмотрим на это чудо сегодня глазами Марии и служителей. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Сам мотив обращения Марии к Иисусу уже предполагает некое откровение и ожидание в ней. Они на свадьбе. Наверное, эта свадьба была хороших, благочестивых людей. Там Иисуса своими учениками. И мама Иисуса Мария, она узнает о недостатке, которые имеют эти люди. И желая помочь, она обращается к своему сыну. Но ведь само обращение, подумайте, мама Мария обращается к Иисусу, у них не достает вина на свадьбе. Ведь это обращение не предполагает, что Иисус скажет, извини, не подумал, сейчас я двенадцать своих пошлю, они к нам домой сбегают и принесут все, что не достает. Ведь не об этом было обращение Марии. В самом этом обращении уже была предтеча, уже было ощущение, уже было откровение, то есть она пережила раньше, чем его ученики, ощущение, что сейчас должно произойти что-то великое. Знаете, когда мы внимательны к людям, которым мы доверяем, которые нас наставляют, иногда в людях рядом с нами есть некое предтеча, есть некое откровение, и они обращаются к нам с просьбой, которая на первый взгляд может показаться немного странной, но я же не пойду за вином для этой свадьбы, но, наверное, тебя и не будут просить для этого. Были бы другие, кого попросили. есть некое ожидание, что будет делать Бога. И когда она обращается к Иисусу, он отвечает достаточно, я бы сказал, неопределенно, что мне и тебе еще не пришел час мой. То есть, с одной стороны, он понимает, о чем она говорит, с другой стороны, он как бы не дает ей ясное откровение или ясное свидетельство, что да, сейчас мы это сделаем, сейчас будет чудо. Он говорит, что мне и тебе? Когда мы приходим в церковь, мы ожидаем чуда от Бога, мы чувствуем, сегодня Бог что-то будет делать в моей жизни. Или, может быть, кто-то тебе говорит об этом, и ты приходишь и думаешь, ну, если сам Господь сейчас проговорит в мое сердце, если Он даст мне сейчас обетование, если Он проговорит ко мне слово веры, если Он сейчас будет пророчествовать в мою жизнь, если человек Божий сегодня будет говорить, и будет просто Бог вызовет меня на сцену и будет говорить, вот тогда, наверное, будет какое-то чудо. И Иисус не дает никакого определения. Он говорит неопределенно. Но это никак не влияет на реакцию Марии. Когда мы в церкви, и мы не слышим что-то конкретно для себя или не переживаем чего-то сверхъестественного, наша вера не должна остановиться в том, что Бог может, все еще может что-то сделать в твоей жизни. Он говорит ей, что мне и тебе. А она обращается к служителям. Служители это не были как служители здесь в церкви. Это просто были люди, которые обслуживали свадьбу. Это даже не были ученики Иисуса. Потому что ученики Иисуса привыкли, ну, если можно сказать, таким странным, не по разуму человеческому поступком, который Христос сделал, то эти служители, они не были так близко знакомы с Иисусом. И Мария обращается к ним, она говорит, все, что он вам скажет, другими словами, даже если это вам будет казаться странным, все равно сделайте. Ведь, согласитесь, это странно взять воду из умывальницы и нести к распорядителю пира. Это неестественно. Это не то, что непривычно. Это противо даже, наверное, естественно. Когда Мария имеет такое глубокое убеждение внутри себя, она учит нас быть способными доверять некому вот такому внутреннему чувству, внутреннему пониманию, внутренней интуиции, что что-то обязательно сегодня произойдет. Но у тебя нету определения. Иисус не дал тебе определения. Я знаю, что-то сегодня произойдет. Я хочу тебе сказать, что-то сегодня может произойти в твоей жизни. Но ты говоришь, ну я ничего не переживаю. Я не говорю о твоих переживаниях. Я говорю о том, что если здесь, на этом месте, есть Господь живой и Иисус Христос, то сегодня на этом месте что-то будет происходить. Но Он мне ни в чего лично не сказал. Я сегодня приехал, просто даже немного проспал. Я знаю, если здесь сегодня, Господь Иисус, на этой свадьбе что-то будет происходить. Мария это настолько внутренне ощущала, ощущала могущественно, что она убеждала людей, неблизко связанных со Христом, делать, несмотря ни на что. И мы знаем это чудо. Оно произошло, оно совершилось. Не знаю, насколько кто из них верил, но чудо произошло. Мария имела этот глубочайший опыт внутри себя, когда Евангелие Луки 1 глава 34-35 стих на встрече с Архангелом, она задает вопрос, как это будет, что она родит сына, ведь она не знает мужа. Она получает достаточно невнятный ответ. Он ей просто сказал, Дух Святый найдет на тебя сила Всевышнего осенить тебя посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Скажите, насколько здесь много деталей? Кто из нас сегодня, вот вы здесь сегодня на этом месте, большинство, я уверен, вы слышали эти формулировки, Дух Святой сойдет на тебя. Кто не слышит никаких формулировок? Да мы уже это слышали, да мы это уже знаем. Давайте о деталях, давайте о шагах, давайте о процессах. Расскажите, как это все должно произойти. Я должен это как-то вникнуть, больше понять. Церковь иногда становится настолько интеллектуализированной, что, забывая, Дух Святой сойдет на тебя. Как это будет? Я не знаю, как это будет, но я знаю, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенить тебя, и что-то удивительное произойдет в твоей жизни. Вот то, что ангел говорит Марии, сила Всевышнего осенить тебя. Все, что она сказала, да будет, рабе, по слову Твоему. Она переживала то, что ее никто не мог научить. Она была единственной в своем роде. Никто до этого не рожал Сына Божьего, и никто после этого не рожал Сына Божьего. Ее никто этому не мог научить, и она никому не могла передать эти знания. Она бы имела только опыт, без деталей, без принципов, но этот опыт заключался в том, что несмотря на внутреннее, может быть, недопонимание и осознание, что будет конфликтная ситуация, потому что жених ее не будет, очень рад такому известию. Она абсолютно доверила себя Богу. Этим простым словам Дух Святой сойдет на тебя. Опыт, о котором я сегодня говорю, это не то, что мы имеем много знаний, много уроков, мы разложили все на пошаговую инструкцию, как это должно. Опыт, о котором я говорю, это то, что однажды ты уже доверил себя Богу, и ты знаешь, Бог остался верным. Бог не оставил тебя, Бог посетил тебя, и Бог совершил в твоей жизни то, что Он обещал тебе. Аминь. Первое послание Петра 1, 13 написано. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Аминь». Припояжьте чресло ума вашего, не дайте Ему настолько соблазнить вас, что без пошаговой программы для чуда вы не готовы к чуду. Без того, что вы сами себе запланировали, вам кажется, что Бог ничего не может делать. Он все еще тот Бог, который духом своим сходит на церковь, и сила Всевышнего посещает нас, и чудеса, удивительные вещи начинают происходить в нашей жизни. Ну, давайте перейдем к следующему, к следующей предтече, которая помогает нам разобраться в том, что скоро чудо, и приготовить себя к нему – это обетование. Обетование, как знание предназначения и воли Божьей. Евангелие Матфея, 14 глава, 26-28 стих. «И, воспев, пошли на гору Илеонскую, и говорит им Иисус, все вы, соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее, или я встречу вас в Галилее». У учеников было обетование, у них было обещание – я вас встречу. Независимо от того, что вы будете проходить, а вы будете проходить сквозь самые болезненные переживания в своей жизни, независимо от этих переживаний, я хочу тебе сказать – я тебя встречу. Знаете, что такое обетование? Обетование – это предтеча скорби. Нам иногда кажется, что нам надо получить обещание. Если Бог даст мне обещание, значит, в моей жизни все получится. Бог дает чаще всего обещание в жизнь человека для того, чтобы когда придут испытания в жизнь человека, человек, взявшись за обещание Божье, мог пройти эти испытания. Посмотрите на Авраама. Бытие 22,8. Он идет со своим сыном. Он имеет обетование в Исааке. Сам Бог сказал ему – «В нем твое семя». То есть, другими словами, через него, только через него, только через него, не через кого другого, не через Маила, только через него у тебя будет потомство на этой земле. И он идет с ним, чтобы отдать его Богу. И это не было ежесекундное решение и действие. Это был процесс, который внутри Авраама проходил сквозь стабилизацию, утрясения, переживания, огорчения, скорбь, ожидания. Так что сын, когда спрашивает его, 22,8. Авраам сказал – «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И это стало пророческим выражением. Когда он это говорил, это казалось просто, знаете, такой, взялся за надежду. Но позже, когда они пришли на гору, там на самом деле был Агнец. И там Авраам уже проголосглашает имя Господа. То, что он пророчески говорил здесь в ответе сына, там это превращается в имя его Бога, Господь усмотрит. Авраам проходил сквозь внутреннее испытание не по причине того, имел способность, что он был таким сильным духовным человеком. Единственное, что держало, и в послании к евреям 11 глава 17 по 19 стих там об этом говорится, единственное, что его держало в этом испытании – он знал – Бог верный, Бог ему пообещал, если надо воскресить, значит воскресить. Я не знаю, что он сделает, но он Бог, он не обещал, он это сделает, потому что он Бог, и я пройду сквозь это, и он сделает то, что он обещал, потому что он Бог. Он имел обетование в своей жизни, и он настолько крепко держался за это обетование, что он мог смотреть сквозь смерть. Тогда еще не было воскресения, было только вознесение еще на тот момент, Енах, но способности к воскрешению еще ни у кого не проявлялось. Но он верил и смотрел сквозь смерть на жизнь, потому что он ожидал не то, что будет делать он, а то, что будет делать Бог. когда Иисус обращался к Своим ученикам, и они шли, и Он знал, что впереди величайшая скорбь посетит их сердце. Они увидят предательство, распятие, мучения, они будут в смятении, у них придут глубочайшие сомнения, они будут проходить самые-самые тяжелые эпизоды своей жизни, и прежде, чем они вошли в эти эпизоды, Он и до этого не один раз говорил, и перед Своим взятием Он говорит, я встречу вас. Он дает им обещание. И сам Господь Иисус, послушайте, насколько Он был пропитан волей Божьей и знал, что с Ним будет и должно быть, и свидетельствовал, что Он имеет эту заповедь отдать жизнь, принять жизнь. Но когда Он подходил к моментам испытания, написано, Он скорбел и тосковал. Вот то, что я бы хотел сегодня вам поставить ударение на этом. Иногда, подходя к величайшим чудесам нашей жизни, мы не будем чувствовать радостного вдохновения. Мы не будем чувствовать сильной веры. Мы будем настолько внутренне угнетены, мы настолько будем скорбеть и тосковать внутренне, что нам вообще будет казаться, что Бога рядом нету, но Он рядом и Его обещание никуда не делось вообще. Если мы будем ориентированы на чувства, мы не сможем дойти до своего чуда, мы остановимся, мы развернемся, мы скажем, Исаак, слушай, что-то я, знаешь, как-то заблудился, давай, пошли домой, все, хватит. Мы не дойдем до того чуда, которое Бог пообещал нам, если мы будем смотреть на свое внутреннее состояние вместо того, чтобы смотреть на обещание Бога. Нам нужно иметь обетование в своей жизни. Последняя, третья предтеча, о которой я хочу сегодня с вами поговорить, это откровение. Откровение, как сверхъестественное понимание предстоящих событий и совет, как поступать внутри них. Мнига пророка Исаа 11, 2, 3 говорит о том, что будет с Господом Иисусом. И почует на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Позже в Евангелии Иисус говорит, Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня. И Он перечисляет те дела, для которых Дух Господен помазал его. Мы имеем также с вами переживания в своей жизни, Дух Господен на мне. Многие из нас крещены Духом Святым. Мы знаем это святое переживание, мы имеем это святое переживание, но помимо того, что Дух Господен на нас, нам нужно еще, чтобы Он помазал нас. Потому что когда Он на нас, это определяет нашу сущность, это определяет нашу суть, это Его вопияние в нас, ава отча, это определяет то, что мы дети Божьи и наследники, и сонаследники же Христу, но Его помазание на нас определяет действия, которые мы будем совершать в разных абсолютно ситуациях. Иисус идет из синагоги, Он встречает хромых, слепых, Он встречает людей покинутых, брошенных, никчемных, ненужных для других, и помазание, которое на Иисусе, именно оно побуждает Его делать то, что сегодня мы называем чудесами. Именно вот это как бы активация помазания в нем, она совершает то, что другие даже в ум себе не брали, но идет Он, сидит слепой, кричит к Нему, но многие бы прошли, а помазание на Иисусе не дает Ему возможности пройти. Он исцеляет его. Женщина сзади или где-то подходит к Нему, пробивается, прикасается, многие бы пошли дальше, но помазание, которое на Христе, оно сактивировалось, оно вышло, и Он ощутил это в себе. Он говорит, подождите, что-то произошло, что-то совершилось, что-то случилось, нам нужно это выяснить. Когда я говорю о откровении, я говорю о взаимодействии со Святым Духом, ведь Дух Святой не только однажды сошел на нас, Он с нами пребывает, Он в нас будет. Мы храм Его, в котором постоянно совершается священодействие и подходя к каким-то разным процессам и проектам в жизни, нам необходимо, чтобы Его помазание как бы оживало внутри нас, как бы активировалось внутри нас. Когда Давид был помазан в цари пророком Самуилом, это уже был свершившийся факт, но до Его Царства еще годы и годы и годы. И Он приходит на войну, Он поражает Голиафа, и кажется, вот, помазание активировано, но после этого Он испытывает предательство, гонение, скорби, неуверенности, испытания. Знаете, у меня такое чувство, как будто Его личность растягивали так, чтобы не осталось ни одной складки и в каждую эту складку вмазывали помазание. Дух Святой проникал во все сферы Его жизни. Он научал Его, как поступать здесь, как поступать здесь. Он не был сразу совершенный. И первичное помазание, которое на нем, оно помогло ему победить великана, а потом ему нужно было научиться побеждать себя. И помазание Божье делало, делало, делало. Он в пещере, царь Саул в пещере, его воины говорят, давай сейчас решим все проблемы, просто обо всем забудем. Один удар, и мы на царство. Он подползает, отрезает край одежды и помазание в нем. Помазание в нем. Не его ум там написано, а его сердце или его дух сжался от того, что он сделал. Помазание, оно воспротивилось такому действию, и он остановился. Я не могу так поступить. Первое послание Иоанна, 2 глава, 26-28 стих. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. И здесь говорится не о доктринах, не о учении, а о истине. Истина и доктрины были уже утверждены в жизни учеников, в жизни церкви. Здесь говорится больше о бытовых, жизненных вопросах, в которые мы с вами каждый день попадаем. И он говорит, это я написал об обольщающих, потому что вас будут окружать люди, которые будут говорить, вот здесь тебе надо поступить так, а вот здесь уже Христос пришел, ты можешь делать вот это, а здесь у тебя есть свобода поступать так, он говорит, вот чтобы эти люди не обольстили, у тебя внутри есть Святой Дух, ты храм Духа Святого, и этот сам Дух, это помазание, оно будет наставлять, учить, где-то твой Дух будет сжиматься, где-то твоя совесть будет кричать к тебе, потому что она будет побуждаемо Святым Духом говорить с тобою, это момент, когда ты подходишь к каким-то ситуациям, кто-то обольщает, и не обязательно только о том, что уже предшествие было, кто-то обольщает тебя пойти с ним и делать то, что ты знаешь, это противно Господу, и даже ум твой уже согласился, но помазание, которое в тебе, оно будет противостоять этому, оно будет в тебе, как бы активируясь совершать определенные действия, а также, когда мы имеем в себе способность оказать кому-то милость, или за кого-то помолиться, или к кому-то обратиться со словом, Божье присутствие в нас, это как откровение, которое освещает наш, не только разум, наверное, больше освещает наш дух, дает нам совет, дает нам понимание, как поступать в той или иной ситуации, в книге Деяния апостола в 27 главе там описывается история апостола Павла, когда он попадает в кораблекрушение, и он имеет общение с людьми на корабле, и они уже выбросили все свои вещи, они уже жить не хотят, им так плохо, вот когда мы доходим, бывает до такой степени, когда нам уже жить не хочется, мы уже все из своей жизни выбросили, уже личные вещи, тебя уже не радуют даже покупки, и вот это кораблекрушение, точнее, волнами бьет, у них нету надежды, у них все плохо, им тяжело, и апостол Павел предстает перед ними, он имеет откровение, он говорит, ангел Бога, которому я принадлежу, он разговаривал со мной, вы будете живы, только корабль разобьется, он начинает убеждать их, что им не нужно терять надежду, он говорит, у меня есть откровение, я знаю, с нашими жизнями ничего не произойдет, после этого люди, кормчие, или люди, которые знают управление корабля, и понимают, что они приближаются уже к суше, они решают сбежать с корабля, и Павел обращаясь к сотнику, он говорит, если эти люди сбегут, мы не выживем, подожди, Павел, чуть-чуть отмотаем несколько стихов назад, ты же сказал, сам ангел Бога перед тобой предстоял, дал тебе откровение, ты что, зависишь от этих кормчих, да пусть себе бегут, сам ангел, если нужно, проведет наш корабль, знаете, иногда мы, получая откровение, перестаем делать какие-то усилия, или понимать, что внутри этого откровения нам нужно иногда иметь больше ясности и больше совета от Святого Духа, мы просто говорим, ангел Господь мне сказал, или как-то мы получили это откровение, Павел не только получил откровение, он также начинает давать советы, он говорит, нам надо поступать так, а потом он обращается ко всем и говорит, нам надо покушать, если мы не покушаем, мы не спасемся, почему, потому что лодки уже срубили, лодок уже нету, людям вплавь придется добираться до берега, им вообще откуда-то силы надо будет брать, чтобы спастись, и он убеждает всех, слушайте, нам надо кушать, нам надо подкрепиться, или у нас будут проблемы, Павел, ну у тебя же откровение, у меня откровение и у меня совет, нам нужно иметь откровение и нам нужно иметь совет, то есть не не пускать ситуацию на самотек, а в нашем доверии Богу продолжать получать советы и не пренебрегать этими советами. Завершая, хочу еще напомнить одно из принципов молитвы за больных, которые Яков передает в 5 главе 14-15 стих. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его и леем во имя Господне и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он содел грехи пристаться ему. Когда Яков дает этот принцип молитвы за больных, он не просто дает еще один метод. Вот вы руки возложили, не получилось, вы слово веры сказали, не получилось, вот еще вам один метод, вот попробуйте еще так. Он не говорит еще об одном методе для исцеления больных. Он говорит о уникальном взаимодействии через старших священнослужителей или старейшин церкви с больным, помазавший его и леем. Всегда помазание, когда возлагалось, это предполагало некий пророческий акт, некое пророческое действие. Это предполагалось, что во время, когда на больного человека будут возлагать еле и будут за него молиться, Бог будет высвобождать возможно какое-то слово, и это слово может иногда говорить настолько глубоко в его жизнь, что ему придется каяться. Если содел грехи, простятся ему. Ему возможно придется исповедоваться, потому что Бог будет что-то открывать, или Бог будет что-то говорить, помазание, которое будет сходить на этого больного человека. Это будет больше, чем просто молитва за исцеление. Это будет глубокое преобразование его личности. Конечно, мы можем сказать, что интуиция, если мы выразились бы библейским словом, это вера. Это вера. Знаете, я заметил, что иногда сегодня, когда ты говоришь в церкви церковные слова, у людей пропадает интерес, прежде чем ты начал проповедовать. И иногда нам нужно, чтобы вернуться к тому, что мы уже имеем, к тем великим драгоценным обетованиям. Нам нужно посмотреть просто по другим углам, с другой стороны. Стряхнуть себя лень, усталость. Послание Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это наша интуиция чуда, наша вера. Мы знаем, что есть что-то в невидимом, то, что Бог приготовил к нам. Давайте встанем для молитвы Ему. Я не знаю, в какой ситуации сегодня ты и что сегодня может быть для тебя предтечи, для твоего чуда. Опыт, обетование, откровение, какие процессы сегодня ты проходишь и что сегодня поможет тебе приготовить свою жизнь, свою семью, свои финансы для того, чтобы Божье чудо произошло. Возможно, это просто опыт, когда ты говоришь, я не знаю, как это будет, но я доверяю Святому Духу. Дух Святой сошел на меня сегодня в собрании, Дух Святой сегодня посетил меня, и я знаю, что Он сделает то, но ты не имеешь никакого конкретного пророчества лично для тебя не имею, какой-то неопределенность, но Дух Святой сошел на меня. Может быть, сегодня вы проходите глубокую скорбь, тоску, все внутри так болит. С одной стороны, Бог что-то говорил в вашу жизнь, с другой стороны, то, что вы проходите, вообще, кажется, не соответствует этому. Ученики Иисуса научились, они прошли этот болезненный урок обетования, ведь Он сказал, я встречу, и Он встретил. Поэтому, когда второй раз Он им сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, слава Богу, они не отлучились уже из Иерусалима. Но что они делали? Они ждали обещанного от Господа. Возможно, сегодня вам нужно откровение, и внутри этого откровения у вас будут советы, как пошагово, как, может быть, не пошагово, но какие принципы вам нужно совершить для того, чтобы войти в чудо. Дух Святой знает. Отец, мы благодарим Тебя за это утреннее время, когда мы можем предстоять перед Твоим лицом, молясь и уповая на Тебя, как церковь. Мы знаем и мы верим, что слово Твое не преложно. Оно истинно. Его никто не может изменить. И Ты есть слово. Сегодня Ты на этом месте, Духом Твоим, потому что здесь церковь Твоя, потому что здесь имя Господне. И может быть, мы не знаем, как произойдет это чудо, и нам бы хотелось получить много уроков, но Ты сказал, Дух Господень сойдет на Тебя. Дух Господень сошел на Самсона, Он победил. Дух Господень сходил, и многие мужи Божьи делали то, что было невозможно, потому что Дух Господень сходил. сойдет Дух Святой сегодня на кого-то в этом зале. Я молюсь за тех, кто сегодня проходит скорбь, тоску, так тяжело, так больно. Кажется, что все рушится. Вот сам Бог говорил, но все идет по-другому. Я молюсь, чтобы мы были способны взяться за Твое обетование, вспомнить о том, что Ты говорил в нашей жизни, знать, даже если нужно пройти сквозь это, Ты силен и воскресить, Ты силен это сделать, Ты силен совершить свое обетование, Ты верный Бог, и Тебе невозможно солгать, Ты никогда не лжешь, Ты всегда говоришь то, что будет. Мы молимся за возможность иметь Твое откровение, даже когда теряем надежду, когда выбрасываем какие-то вещи, или даже не дай Бог, мы пытаемся выбросить каких-то людей из своей жизни, которых Ты доверил нам. Я молюсь, чтобы мы имели откровение от Тебя, чтобы мы имели мудрость от Тебя, чтобы мы имели совет Святого Духа. Давиду бы сильно хотелось выбросить Саула из своей жизни, но он никогда этого не сделал, потому что помазание на нем учило его сохранять помазанника Божия. Я молюсь, Господь, помоги нам иметь откровение и совет Духа Святого. Помоги нам иметь эту простую веру, которая знает, что есть осуществление ожидаемого и способна быть уверенной в невидимом. Во имя Иисуса Христа молились Тебе, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Слава Богу, Он один достоин славы. Аминь. Легко. Легко. Редактор субтитров